С 1974 года трагически погибли в море. Пик сезона Меганомия это июль и август. Вот как раз мы проходим сейчас вот с палатками заставлен каждый фрагмент пляжа, а на больших полянах это обычно стоят шатры и десятки палаток, всевозможных эзотерических школ, где проживают десятки, даже сотни последователей. Тогда появляется ощущение, что попадаешь в страну населенную внеземной расой. Многие одеты в цветастые одежды с преобладанием оранжевого цвета или раздеты полностью. Раздаются звуки бубнов, разнообразных барабанов, сагатов или дуточек, а над Меганомом витает дымок от всевозможных травок. Мистика началась, за нами смотрят, да, уже типа какие-то два глаза. И смотрите, что мы здесь наблюдаем, это НВО. О, говорят, мы с Меганом излюбленное место НВО, а также привидение. По словам местных тут некоторых жителей, то есть есть какой-то корабль-призрак, привидение ребенка, ягненка на краю обрывистого склона. Ну, о Меганоме, короче, очень много ходят людей, страшно хоть ссорить. Что рассказов хватит на несколько вечеров у костра. Мы просто, можно сказать, местные. Из Крыма сами? Я из Питера, но я здесь уже всего раблю. А в Блащу, второй год уже здесь. А сколько здесь не отдыхаете? Я три недели. В палатке? Там в палатке у нас много людей. А, у вас там как бы лагерь свой, да, такой? Понятно. Ну, вот ребята нам попались, хотят нам помочь найти пещеру. Какая-то пещера там, да, говорите, с костями там, да? А как зовут вас? Я Влад. Влад? Я Пятый. О, прикольно. Меня Андрей. Вот, мы снимаем как бы для своего канала на Ютубе. Как он называется? Андрей Гудман. Может быть, слышали. Ну, в Крыму раньше снимал тоже. Приезжали мы здесь, в Алупке снимали, в разных местах. А про что снимаете? Ну, так, по разным путешествиям. О, какие камушки здесь здоровые, голуны были. Прикольно. И вот здесь из года в год, получается, здесь отдыхаете, да? Да. Да, но я только второй год. Я еще с четырех лет хочу сюда, ну, хотела приехать. Но поскольку я был еще маленький, меня брат с собой не брал, поскольку я здесь просто бы разбился. А, ну, сколько ты говоришь? Или камушки даже? Тоже камушки. Ну, если идти дальше, то там можно найти щебенку, потом песок. Ну, и там дальше разные пляжи. Там маленькие бухточки, смотрю, вот здесь вот люди отдыхают. Да, вот такие вот. А как туда они спускаются? Вот по этим дорожкам. А, по этим тропинкам. Там от дождя размывают такие обраги и по обрагам. А-а. Да. Страшно? Нет. Уже нет. Мы сегодня вон по скалам лазали. Чуть не упали. Чуть не упали. У нас оползни начались. Земля из-под ног походила. У меня вон камень упал на меня большой. Аккуратно. Андрей, ты знаешь? Да, да, да. Я так уронил. Поймал. Ой. Идем по тропе. А вот это что такое? Где? Вот это на камушке обозначено. Все камни так обозначены. Здесь раньше в основном художники. А, художники. И они еще плохо знают местность. Я как бы для них так обозначена. То есть они рисуют пейзажи. М-м-м. Как страшно не забыть. Красивые виды. Здесь что-то еще тоже даже написано. Аккуратно, ребят. Может они побольше? Папартовые. Также любят сюда приходить разные адепты. Изоторики, парапсихологи. Большинство приходящих сюда адептов в многочисленных из лорических школ уверены, что именно здесь при определенной медитации возможно совершать переходы в прошлое или будущее. Перемещать сознание в сторону от своего тела и видеть параллельные миры. Здесь, где геопатогенных точек мало, а светлая энергия зашкаливает, существуют идеальные условия для реализации мистических знаний. Правда, и многое зависит от умонастроения и поведения самих людей и их отношения к природе. Интересный факт, домашние животные на меганоме находятся не любят, ведут себя настороженно и тревожно. А среди местных адептов существует такое поверье, если принести в жертву молодого ягненка, снять с него шкуру и сидеть на ней, предаваясь медитациям, то тело становится невесомым и на него изливается благодать свыше. На воскресенье, в понедельник здесь почти никого нет. А в субботу, в воскресенье, выходные дни, да, в основном. Еще, наверное, местные очень любят здесь отдыхать. Да? Приезжают с палатками, я смотрю. Понятно. Мы тоже хотели палатку с собой взять, но что-то как-то лень бы вытащить. Мы приехали поездом, без машин. А если машина была бы, проще бы, конечно. А в Адске, да? А в Подмосковье. В Московской области. Да ничего не есть, все там. Здесь еще не есть, здесь все пока. Здесь маршруты уже веками проложенные. Прямо там, прямо такие все. У меня просто как-то толчком идет она. На своем сон-то уже. Юляшка боится такого высоты. Давай руку. Это ж ячек будет. А далеко еще до пещеры? Нет, ну здесь ее отсюда не видно. Сейчас я, Юль, пройду, посмотрю. Вон, палаточки. В другом палаточки. Вон наш лагерь. Где? Вон. А, это ваш лагерь, да, здесь? Вон его видно. Прикольно. Не скучно вам здесь отдыхать? Нет, нет. Есть его. Есть его по-своему. А, вот он, эта пещера. Здесь, судя по всему, пребывание какого-то человека. Нет. Да, да, да. Это какие-то палатки какая-то, похоже на палатку, что-то он здесь оставил. Да, да. Умывальничек такой самодельный. Ага, пещера прям рядом. О! Короче, он готовил, наверное, сказать, все. Ух, хорошо здесь, несправедливо, смотрите. А? Мидии сколько. А, мидии кушал. Коста еще больших. А где, говорили, еще Костя? Костя в другой, там они выше, на той скале. А, там Костя, да? Следующий, да. Человеческий? Или непонятный? Непонятный, но это, скорее всего, животные. Животные? А не маленькие. Может, какие-то бездомные живут, они здесь. Здесь, говорят, рак-отшельник живет. А, отшельник. Человек-отшельник есть такие. Да, да, да. Монах. Возможно совсем. Даже видно, какие-то очки лежат. Тут оставил. Короче, есть на что посмотреть здесь, да? Вам так интересно, я понял. Я прошелся бы, конечно, по всему мысу, но с девушкой не могу. Она боится высоты. Режайте один. Такая пещера здесь. Понятно, человек проживал, походу, скорее всего. Ну, виды здесь ребята просто супер, да? Да. Особенно вечером. Вечером на фоне заката. А дельфины попадаются? Попадаются, но... Редко, да? Было недавно шторм, и вся рыба ушла. А, они же, да, они на рыбу охотятся обычно. Да. Мы с кораблей ходили недавно. Да. А на катамаране, я смотрю, там с центрального пляжа катают, да? Вы сюда не пробовали? Прогулку там какую-то брать? Да, 500 рублей на банане стоит. Сюда прокатиться, да? Да, и экскурсия по воде. Можно каяк взять. По затонутому. Ну, понятно. Там расскажут, где затонутый корабль. А где он затонутый? Далеко? Он где-то... Ну, вот там. Вот там вот он. Где-то буел был. Там... А, вон там рыбки. Там кто-то плавает, что ли? Какие-то птички, наверное? Нет, это сетка. А, это сетка? Буквально 20 метров, и вот так дождь проходил. То есть вообще даже... Меганом просто не подпускает своей энергетикой. Афигеть. Дождь просто проходит. Что, реально? Прям мистика какая-то? Да. Вон банан едет. Здесь вон банан едет. Ну, да, да, да. О! Катают, ведь детишек. Говорят, что здесь еще каракатское чудовище обитает. Во-во-во! Карагатское. Ну, это все мифы, легенды, как бы. Кто его знает, да? Да. Если бы оно здесь обитало... Говорят, вот, большинство здешних прибывающих, когда вот круглогодично здесь живут, говорят, что иногда появляются какие-то крики, вопли, в туманы особенно. Но мы не встречали такого. Ну, понятно. Вообще ни разу. Особенно люди, которые с богатой фантазией, наверное, еще если покурят какой-нибудь травки, кажется, у них там все сразу увидится. Там глюки конкретные начинаются. Это вот здесь, вы под этим камнем были, да? Да, мы были, камни. А там тоже, там тоже типа маленькая бухточка, да, вот здесь? Да, там пещерки маленькие. Прикольно. Главное, туда в них тоже опасно завазить, потому что может завалить, блин. Да. Случай был где-то вот 10 лет назад, он там, в новом свете, говорит, девушка завалила. Сразу. Клад исчезла. Вот тут вот... Не цикады. Цикады, да, обычно слышно, как они это... Да, заметьте, вот тут такая трава, а там зеленая дальше. Там зеленая, чем выше, тем там даже время быстрее идет. Да? Да. Мы замещали. Вот туда поднимались? Да, мы сегодня там были. Мы думаем, что там временная петра. Мы думаем, что там идут облака и как тут идут. Угу. Главное, чтобы не накрыло дождем. Хотя вы говорите, это место обходит стороной, да? Да. А голова не болит ничего от этого места? Нет. Ну, иногда уши закладывают. Да? Да. Давление, значит, какое-то все-таки. Деревья. А, тут фисташковые деревья? Нифига себе, даже не знал. А где орешки? А это дикое. У меня орешки не растут. Это ее так называют. Понятно. Фисташка, к семью книгу. Это дерево как бы много лет растет. Уже сто с лишним, да? Очень... Может сказать, древняя. Да. У нас фисташка здесь вообще как священная, потому что она тень дает и прохладу. Ну да. Где-нибудь палатку можно такую небольшую разбить, прям под этим дерево все. Такую, одна-двухместная такую. Чтобы хотя бы какая-то тень была, а то в пожаре это вообще там палатки, наверное, как в парилке находишься. Да. Хрен залезешь. Я просто знаю то, что мы один раз стояли тоже возле... Вот синенькая. А, это ваша, да, вот эта? Да. А, большая, да, вот эта такая палатка. Вот у меня такая же примерно. А волны не мешают спать ночью? Волны нет. Наоборот, засыпают. А, баюкивают как бы, да? Да. В прошлом году даже планктон был светящий. Ой, да, застали один раз. Мы в Геленджике отдыхали. Там тоже мы отдыхали дикарями, вот так вот с палаткой. Ну, в мае у них... Змеи здесь есть, да? Да. Склопендры какие? Склопендры? Да. Она не ядовитая, по-моему. Здесь ядовитые. А, ядовитые даже есть. Склопендры любые ядовитые. Фига себе. Не знал. Вот у меня здесь знакомые... Вечером так залезет в палатку, блин, не дай бог. Поэтому всегда закрывайте палатку обязательно. Да, да, да. Обязательно. Здесь тарантулы водятся, такие маленькие. Да ладно. Они же тоже ядовитые. Черная вдова иногда попадается, но она как бы не нападает на людей. Это миф, что она нападает. Не, ну это миф. Ну, она укусить может. У нее, говорит, укус. Только если надавить на нее. А так она не укусит. Даже... Ну, можно случайно ногой наступить, и вот ты укус получишь, да, получается? Ну, ладно, спасибо, ребят. Давайте, удачи вам. Всего хорошего. Все, давай. Обязательно подпишусь на ваш канал. Андрей Вудман. Я тоже. Да, там. Ну, люди живут здесь постоянно. Живут с палатками. Они везде лазят. Что ты говоришь? Я узнал у ребят, короче, они мне сказали, здесь скалопендра водит. Она, говорит, очень редкая. И даже есть вроде как черная вдова, тарантовая. В принципе, она ядовитая, да, и укус достаточно болезнен. Здесь пойдем к морю. По тропиночке вниз спускаешься. Ну, не знаю, я боюсь. Сейчас попробую. Ну, ребята, вот получил на самом деле энергетику. Не там, где мы отдыхали, а вот здесь вот. Здесь вот реально что-то есть такое мистическое. Это уже чувствуется. Как будто на другую планету попал. Здесь можно пройти? Наверное, можно и здесь пройти. Здесь вот такая маленькая тропиночка. Аккуратненько спускайся. Аккуратно, я не могу спускать. Давай руку. Молодец. Очень много ящеров. На каждом шагу буквально. Одни ящеры. Ну, скользко-скользко. Вернее, не успел упасть, я успел подхватиться. Ну, вот как-то так. Но потихонечку еще попробуем спуститься ниже. Тут такая маленькая бухточка. И чувствуется, люди здесь, излюбленное местечко для многих. Купаются. Как мы здесь застрянем? Вот так вот. Юляшка познает эту бухточку. Здесь вот берег гораздо интереснее. Подход к воде лучше. Бухточка вода чистейшая. Вот такая бухточка здесь прикольная. Это сказочное местечко. Очень радует. Ну как? Вообще чисто ганберн. Просто слеза младенца. Вот здесь с маской нырять самое то, что надо. Сейчас вот мы как раз уже нырнем с маской. Юляшка, делай нырок. Я тебе маску могу дать. Я подарю тебе маску и ласты. Я подарю тебе эту сказку. О! Ребята, это был кайф. Это просто супер. Здесь такое красивое место. Как ты? Тут миганом. Тут энергетика. А то... Не, я туда не плавал. Я здесь. Валову, наверное, часа полтора вышел из моря. Вообще в восторге, конечно же. Невероятные красоты. Морская жизнь. В стайки рыб попадаются. Крабы. Мидии. Рапаны. Сидели, мы отдыхали. Либо впервые. А так, мне очень место это понравилось. Обалденные пляжи. Так, водичка очень здесь хорошая. Такая теплая. Живописные бухточки. Сейчас мужчина пойдет рыбу ловить острогой. Выплывает. После долгого заплыва. Скилес, ничего не поймал? Пеленгаз там, да? Да, ну что, что пеленгаз. А, что здесь? Ой. Пеленгаз, наверное, там. Это глубоко туда, в открытое море, да. Это глубоко зеленушки. Собаки морские. Вид напоминает балаклаву чем-то. Такие же волны, как громнейшие. Место с палаткой обалденное. Поднимается. Теперь уже доходит почти до нашего рюкзачка. Пора отсюда сруливать. Вот такое удивительное место у нас здесь. Катаются на байдарках. Людишки. Кто-то уйдет рыбалочку. Не надо сюда вернуться обязательно, да, Юляшка? Да. Местечко супер. Может быть, завтра сюда опять? Что-то городской пляж уже не притягивает. После таких видов. Ой. Массаж ног по камням. Вот здесь вот такие вот деревца, такие маленькие кустарнички. И вот идем. И здесь какой-то камень еще у нас впереди. Что-то там написано. Здесь 7 марта. Какого года? 1974 года. Трагически погибли в море. Фенотогенов. 1542 года рождения. Козеев Анг. Ой, пошли отсюда. А здесь как бы такой вот памятник установлен. Конечно, если бы я был бы один и прошелся бы гораздо дальше по этим тропам, которые вот где-то местами очень, может быть, даже сложные маршруты. Есть опасность там споткнуться, упасть. Вот. А так бы я, конечно, желаю бы прошелся бы, наверное, в том направлении, где находится у нас маяк. Вот. И там тоже очень много интересных путечек, я думаю. Ну, и вообще красивых мест попадалось бы. Такой не было. Большой. Вот ребята здесь вот приезжают. Вот так вот с палатками становятся. И живут. Да, Юляшка? Да. Ну вот мы наконец-то побывали в этом замечательном, интересном месте. Как вы видите, вот обозначение, да, трёхглазый знак, что за нами следят за всеми туда пришельцы. Место необычайное. Всем рекомендую сюда приехать. И идти вот как раз таки по обозначению этого знака туда дальше. Дальше будет классное местечко с морем. Море чистейшее. И там будет заход очень хороший. Как раз таки зарядитесь атмосферой, положительной энергетикой. Ну, и вообще я теперь хочу сюда опять приехать. Супер место. Не зря сюда местные жители. Но вот ещё поговаривают так же, что одним из небеснимых явлений, происходящих на мысе, является образование кольцеобразных полос светло-жёлтого цвета. Их ширина составляет около полуметра, а сами кольца хорошо заметны с высоты. По происшествии небольшого количества времени эти кольца начинают тускнеть. И тогда всё живое, что попадается в них, звери и люди начинают чувствовать недомогание. Затем кольца вновь светлеют, и в них можно находиться в безопасности для здоровья. Дорога назад уже гораздо проще, кажется. Ну, пекла такая стоит, жаркая. Жарит не по-детски. Возможно, будет сейчас катамаран, если он рабочий. Вы же не знаете, уже какая там фишку придумать, чтобы там не ехать на катамаране. Пятьсот рублей, да? А он ничего такая, вот если мы с рюкзаком вещи не намочим. Но только ты, рыба моей мечты, только ты. Вот крабик. Сейчас его отпускаем опять на волю. Хочешь ты графировал? Нет, я оба. Ну вот, ребята, плывем. То есть, как говорят моряки, мы, говорит, не плывем, а, говорит, ходим, ходим. То есть мы ходим, ходим. Тоже впечатление от катамаранчика. Хорошие, только чуть-чуть укачивает. Да? Совсем чуть-чуть. Болтаемся. С трюшкой совсем не страшно, конечно же. Его несет, как всегда, к этим, как его называют? Вперед к приключениям. К приключениям, да. Ну, а как же ты думала, хотела? Я бы с удовольствием отправился, ребята, вот за тот мыс бы. На катамаране нельзя, надо находиться в поле зрения. Поехали. Ой, ты что делаешь? Внизу что-то есть. Нет, там ничего нет. Продержаемся к мыс Меганома. И смотрите, что мы здесь наблюдаем. Это НВО. О, он не ликит на нас, нет. Нет, не дай бог, не дай бог на нас отсюда убегать. Крутить педали, пока не дали. Вау, 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 поехали. А так люди вот здесь вот стоят с палаточками вдоль побережья. Очень многие останавливаются и живут там, проводят свой отпуск. Кто-то неделю, а кто-то вообще там на 2-2 недели на месяц. Красота. Дикий отдых. Кому-то, конечно, надо, чтобы обязательно душ был и все такое, да, ближе к цивилизации. Вот это вот предпочитает именно присоединиться, как говорится, уединение с природой получить. Такой вот кайф. Своеобразный. В этом и есть, наверное, счастье человека. Вот, ребята, зашли еще в кафе Шкуру Меганоми. Сейчас заказали себе кофеечку. Что-то подустали после этой бухточки. Ну, конечно, не один километр. Прошли в горы, с горы, с горы. Зато виды какие хорошие. Прямо сидим над обрывом. Крадо море чуть-чуть волнуетесь. Волну моря, здесь грязноватая вода, да. Куда мы ходили, маленькую бухточку, там была вода супер. Здесь она так, ну, там латенькая. Но бывает, в зависимости от погоды. Бывает очень чистая. Едем до дома, до хаты. Сейчас даже, наверное, еще даже не знаем, как отсюда уехать. Скорее всего, такси вызовем. Вот, Геляшка кофеечку попьет. Сейчас взбодрится. Почувствовать себя человеком. Здесь немножко подороже, конечно, чем в судаке. Борщ, потому что здесь 300 грамм 100 рублей. Там за 40, за 50 можно купить спокойно. Здесь все по 100. Суп с пельменем, который я пробовал. Их позитивно. Ребята, вот мы отсюда видим ветреные мельницы, да. Вон там они стоят. Такие же, как в Щекино, наверное. Но их отсюда плохо видно. Надо на большом зуме снимать. Ну, камера не приближает ближе к содержанию. По-моему, они заморожены. Стояние сейчас на поле. И сейчас только работают на одну четвертую. То есть они по факту, ну, ломались вообще все приспособления. Надеюсь, хорошую информацию выдала. Единственное, что не разрушается на мысе Меганом, ну, вот где построили, это памятник или храм, я не знаю, Богу Шиве. Что, уехал автобус? Вот, ребята, идем тут, короче, такие вот палатки тут некоторые люди ставят. Прям, да, возле парковки. Правда, не лучшее место, я думаю. Тут жарковато все-таки как-то. Под подоградым небом солнце, пекло. Сейчас в данный момент уже все как бы, пекло заканчивается. Вот еще устанавливают палатки. А, суббота, выходные дни, суббота, воскресенье. Здесь, говорят, очень много людей приезжает на отдых. Ну, вот, ребята, возле магазина Мегамаркет, продукты. Вот мы нашли все-таки остановочка. Вот она находится здесь. Так что мы, надеюсь, еще уедем. Народ, люди там сидят в ожидании автобуса. По острову Меганом, особо охраняемая природная территория. Поясе 651 гектар. А, ну вот, ребята, вот все, мы уже садимся. Сейчас едем на автобусе вот на этом, да, и до Судака. Он до автостанции идет? Да. То есть это главное, Судака, да, автостанция? Все понятно, спасибо. Да, мы как раз на автостанции. Как раз сюда надо, да. Отлично. Минут 20, и мы на месте. Полчаса, полчаса идет. Полчаса, да? Ну, на такси быстрей получается. Как вам Меганом? А мы в бухты ходили. Мы там, мы тоже туда ходили. Там бухточки такие маленькие, да? Классное местечко. Да ладно? А, ну там же типа нудистки. Там нудистки пляж. Нет, мы там, там никого не было просто. А у нас были, но тоже рядом соседи гибались. Ну, мы не рискнули. А что такого-то? Нашли мы там это как-то. Уютное местечко такое, да. Как бы там не видно, и тут камни, и тут камни. Самая главная энергетика вот этого места. Прет вообще просто. Я туда пожалел, потому что палатку не взял. Юляшка. Народу многовато, конечно, но места, я думаю, найдем. Нет, это не было. Вообще никого нет. Мы как селедки вон ехали. Нет, нормально, кстати. Вообще шикарное место. Здесь нет, трену. Там дом на колесах. Пригоняли трей для родственники. Ну, видишь, какие домики на колесах. Там же у них все. У них там кухонька есть, спальное место. Там прям такое оборудование. Это кемпинг получается. Говорят, что в советские времена также здесь была расположена военная база, и мыс был закрыт для посторонних. А также кто-то утверждает, что на мысе Меганом видели НВО. Местные пугают, что Меганом – это место магнитной аномалии. Ну, мы ничего такого особенного на самом деле не заметили. Мы прошлись, все в порядке, почувствовали, наоборот, прилив энергии и сил. Так что на нас он воздействовал по-своему. Очень даже хорошо. А так, мне очень место это понравилось. Обалденные пляжи. Так вот, водичка очень здесь хорошая, такая теплая. Живописные бухточки. Также есть огромный пляж, который мы проходили в начале. Вот, там песочный как бы. Также богатый подводный мир. Можно нырять с маской, с ластами. Акваланг вообще замечательный, если есть аккваланг, возможность такая. Ну, это, наверное, это платная услуга уже. Так, свободная атмосфера и приятная энергетика этого места. Она притягивает сюда. Еще раз хочется вернуться. Всем пока, спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok